Еще раз, для тех людей, которые живут в обычной социальной жизнью, и для них государство важное, все нормально, им это нужно делать. Мы сейчас собрались не для этого, понимаете? Это большая разница. Если ты начинаешь искать «я», все, тебя это больше не интересует. Даже в это ты уже наигрался. Те люди, которые там, я не знаю, государственные или там религиозные действия, это их игры, они в них играют. Ты-то зачем в них вписываешься, если ты уже начинаешь, до тебя дошло, что это все игрищи, что это все нарративы, которые пытаются просто тебя скрючить каким-то образом. Либо патриотом, либо либералом, либо христианином, либо еще кем-то. А это все способы каким-то образом тебя скрючить, и чтобы ты в этой скрюченности начал вибрировать определенным образом. Ну и, например, деньги им приносил, налоги платил, или там, я не знаю, в общем, какие-то такие вещи. Вот те, кто начинают в «я» входить, им это уже неинтересно. Да, эти все игры неинтересны. У него нет отношения, там, правы христиане, правы либералы, или еще что-то. Все правы. То есть, их всех можно принять и, простите, понять. Понятно? То есть, с ними теперь не надо бороться. Они все на своем месте и свое отрабатывают какую-то конструкцию. Они не являются теперь твоими врагами. Вот если ты туда попал, то тогда ты там между ними начинаешь находить врагов и не врагов. Тебе теперь, они просто вот, ну просто вот есть такие люди. Есть бомжи, есть там патриоты, есть там, я не знаю, сатанисты, в конце концов. Хватает всяких. Всевозможных. Христианин христианин. Да, причем ни один из них не лучший. Сатанист не хуже христианина. Потому что история показывает, что христиане-то похлеще сатанистов там, но выкидывали. Да, со своими инквизициями, когда сатанистов ловили, сами стали сатанистами. И теперь их не нормально выдает. Да и нынешние тоже ребята там, вот такие ребята красавцы. Главное, чтобы налоги собирать каким-то образом. Вся система построена, и государство, и всех вот этих эгрегоров коммунальных, чтобы собирать налоги. Чтобы было паства, с которой, ну, которые бы на ретрит приходили. Да, да, секта, антисекта. Есть, просить мне хотел. Последнее время вот уже, как паранойя, по работе с людьми общаюсь, постоянно новыми. И мне вот стопроцентно, я его где-то видел раньше. Так одни и те же люди. Это нормально. Даже эти, там, по-моему, 24 формы основных. Их еще во время мумифицирования зафиксировали. Это как узнавание себя. Плюс еще, есть еще и этот момент, что действительно, когда ты начинаешь барьер снимать, ты начинаешь видеть человека не как отдельную что-то, а наоборот, как ближе. То есть, начинаются они к тебе приближаться, и тогда вот это узнавание еще включается. Да, и тогда уже начинают знаки разговаривать, ты начинаешь читать. То есть, ты начинаешь, вот, твои скрючивания начинают распрямляться, и ты начинаешь видеть гармонию. А гармония, это как раз и есть узнавание, и уже начинает вот это чувство доброе, светлое, каким-то образом все пробиваться и чище, и чище. Не только к родственникам, близким, там, неколюбимым. А не очередная ли это игра? Очередная, совершенно верно. Все время идет игра, даже вот в эту штуку. Ну, но ты-то теперь уже в курсе, что это игра? Да. И можешь дистанцироваться так потихонечку. Попадать вот, даже, я же говорю, я чем прикольно, почему в нем надо задерживаться и не выскакивать ни в какую попытку что-то сказать, что из него, когда ты в нем все дольше, становится это, все игры видны на раз-два. То есть, настолько это становится смешно, что это даже комично становится, то, что раньше казалось трагедией. Те же фашисты и вот там политики современные. Что это комично, что это очень несчастные люди, которые скрючены еще хуже, чем тех, кого они хотят скрючить. Серьезно. То есть, это больные очень серьезно люди, то есть, к ним как вот к дьяволу надо относиться. И скрюченность тоже можно принять их. Да, принять их скрюченность совершенно. То есть, это свою видеть их. И свою. Как только ты, вот в принятии есть одно такой момент. Как только ты какую-нибудь штуку начинаешь принимать, скрюченность распрямляться начинает. Вот прикол. Потому что в этот момент свет гармонии начинает, вот эта свастика начинает нормально двигаться. Энергия. То есть, из центра начинает энергия доходить дальше. А сейчас энергия у тебя обычно, я в капсулу загнан от личности и вообще никак не светится. У большинства людей я вообще вот никак. Они даже не могут там на несколько секунд задержаться в нем. Сразу же выпадает. Начинается внутренний диалог, что я делаю, как же. Ну, вот это в медитациях обычно. Вот почему медитации не рекомендуется. А вначале, опять же, яма-неямы, пранаяма, что там. От харана это только потом начинается концентрация. Что ты только в концентрацию сядешь, если у тебя лунги закрючены, тебя тут же выбрасывает. Что я делаю, а вдруг не получится, а у него вдруг получается, а вот там уже получилось, а у меня не получалось, я уже 20 лет сижу, а у них за один день получается. И вот такая хрень начинается сразу же. Потому что, видишь, у тебя все разделено. Если у тебя все разделено, а вот яма-неяма чем помогают? Они помогают снять вот эту разделенность. Потому что яма-неяма это работа со своими негативными эмоциями. Ну, не эмоциями, а вот с этими чувствами. Ну, то есть, не обманывай. Вот один из принципов яма-неямы. Не лги. Ну, понятно, что это очень трудно, потому что есть ложь во благо. Но вот там же в этом не лги, самое главное, себе и не лги. Перед собой. Вот еще. Вот, потому что действительно это неожиданно. Потому что ты все время считал, что ты пуп Земли и центр Вселенной. А тут ты, а ты же это держал при помощи того, что ты скрывал перед всеми остальными своей. А тут ты раз, и у тебя вот этот барьерчик, который капсулировал тебя, вдруг раз и рыхлым стал. Обличение, например? Вот, оно сразу дает обличение. Ты шире стал. Еще раз сделал, еще раз сделал. Папа попросил прощения, нашел всех тех, кого ты обидел. Вот очень такой хороший момент. Знаете, то есть вот так вот. Уже не в церковь ходишь каяться, а вот перед конкретными людьми там, а мы уж уже много гадостей кому наделали. Нашел их у всех. Все, а это значит, ты отцепил все, ты стал широким, свободным. Теперь можно заливать туда и концентрацию, и все, что хочешь. А вот эти вот лунги, которые, ну, завихрения образуются, вот когда ты обидел кого-то, но не осознал. То есть, ну, в твоей карте реальности, допустим, нет, только понимаешь, что ты кого-то обидел. Нету. А другие обиделись. У тебя ничего не формирует. Значит, ты никого не обидел. А, хорошо. Обидел это ты когда знаешь. Я же еще говорю, первый момент, не ври себе. То есть, все завихрения сформировать можно только мы сами. Конечно. Только это все ум делает. Никаких, говорю, ни бесов, ни черте, никого нету. Это в уме ложь начинается. Завихрение это и есть ложь. Гармония это отсутствие лыжи. Как только в уме ложь завелась, все, прежде всего себе. Я говорю, прежде всего, это работа с умом. И вообще, вся вот эта история, это работа с умом. То есть, ум, говорю, зажат и закрючен. Распрямляй ум. Или, как вот говорят еще там в том же, в христианстве, исправь пути к Господу своему. То есть, Господь, у него ровные стези. Ты своими домыслами, ему их закрючил. И он теперь не может через тебя идти. А когда ты распрямил, он через тебя и пошел. Это и есть ты своего. Господь пошел тобой. Сейчас ты идешь с собой. Господь тобой не идет. Он тебя все время макает носом. В твое же дерьмо. Аки, пёс в свою блевотину все время. Эти все поговорки не просто так. Это вот все время макает тебя при помощи начальника, еще кого-то, еще кого-то. Так, по сути, вся моя личность – это набор просто вот этих вот блоков, да? Конечно. И как только я все уберу, личность исчезнет. Конечно. Это типа как по Кастанедии, как называется, потеря человеческой формы. Да, потеря человеческой формы, совершенно. Все пофиг. Скажите, а имя должно быть в Господь, которое через себя пойдет? Как хочешь. Это не обязательно. Еще раз говорю. Что ты в это имя вкладываешь? Вот смотрите, что сделали… Восемь христиан мне много чего вкладывают. Что, да, что сделал ум? Ум, когда раньше видел вот эту гармонию, когда были вот люди вот в единстве, золотой век был. Знаете, был золотой век в прошлом. Не в будущем будет прогресс, и мы будем там с чипами, с какими-нибудь там, ну, киборгами. Вот. А золотой был век в прошлом, когда человек и Бог были нераздельны. Понятно, да? Об этом рассказывают. То есть вот древние боги – это не боги никакие, это древние люди. Они были как боги. Понятно, да? И у них никаких проблем не было. Они действительно были вот такими демюргами бытия. Вот. Но потом решили, то ли память начала отключаться, то ли еще что-то. Решили каким-то образом, ну, вот, запечатлеть эти качества, которые соответствуют богам. Там, всеблагой, вездесущий, бесконечный. Понятно, да? И эти слова остались в качестве имен богов через некто. А когда, знаете, лингвистика, она тыр-тыр-тыр, и ты уже не понимаешь, что такое, например, слово Саваоф. А это на древнееврейском, это как раз эпитет, обозначающий одно из качеств. Понятно. Или Иегова. Или там Зевс. Мы просто забыли, что это эпитет, обозначающий определенное качество. И мы уже Зевса, как Зевса видим, и уже началось. Он там и громовержец, он там и ведет себя, и мифология началась. Понятно, да? И уже религия, и как ему надо поклоняться, и уже забыли, что это просто был эпитет, образ. Так же, как Христос. И Христос точно. Христос, он переводится как Мессия, по-моему. Нет, само слово Христос, это вот как раз и есть крест животворящий. Оно даже звучит, видите, кресало, огненность. Это Кришна и Кристос, это одно и то же. Это огненный крест, который исходит из человека. Христос – это ты. Все христианство – это о тебе. И ты сам себе рассказываешь эту историю про Христа. Потому что ты забыл себя как Христа, и поэтому у тебя вот такая вот проблема. Но он-то внутри тебя, это твое, вот и есть вот эта свастика, вот это. Это и есть вот твое внутреннее огненное состояние, где гармонично Бог выходит в семь. Это и есть внутренняя твоя природа. Христос – это действительно история про человека, которого… Это не Христос. Ежели ты не понимаешь то учение, которое он сказал. А он сказал, я есмь пути истина, только через меня ты. Ты через него. То есть это значит ты им. То есть ты должен быть им, стать как он. И все это его учение – это интерспективное учение о том, как перестать быть козлом, вот этим, в котором 300 свиней живет, ну бесов. И в котором вот эти страсти всевозможные, которые он там… Вот все, вся эта история, как избавить себя вот от этих штук и стать им. Вот и вся эта история. И Иоанн Христитель, помните, вот опять же, видите, крещение-то было до Христа. Это не христианская тема. Крещение-то как раз и есть. Соединить дольний мир с горним. То есть вот это и есть. Магическая традиция у вас там. Чего? Интересно. Ну вот. Ну это опять же, я говорю, можно эзотерически начать вот все это объяснять. А это не эзотерически, это буквально так и есть. Что ты идешь путями, исправь пути Господу своему, перестань скрючиваться вот в это субъективное несчастное существо, причем которое, на самом деле, никакое не несчастное, а очень замечательное. Еще раз говорю, личность очень важна и нужна, потому что без нее вы бы не проснулись. Вначале надо заснуть, чтобы проснуться. То есть это как бы такой, знаете, выход на новом уровне. То есть боги, даже так вот в эзотерике где-то и написано, они вошли в материю. Вот они были богами, про них мы слышали, да? Потом они все стали героями, а потом просто людьми. И забыли. И теперь вот каждый из вас сам себе в виде либо священного писания, либо придурка из ютуба или вот сейчас сидящего, снова напоминаешь, вставай, пробуждайся. Ты сам себе сейчас при помощи меня об этом напоминаешь. А я уже такой хитрый, я при помощи вас себе об этом напоминаю. Потому что я понимаю, как только вы пробудитесь, и я пробужусь. Ну так, по-пацански конкретно. Не мелко шишово, как вот в ютубе. А вот действительно, все вдруг скажут, ааа, мам, это просветлено. Я такой, фу, наконец-то. Поэтому я работаю для себя. Видите, у меня просто своя история. А у вас своя история. И причем непонятно, чья еще и лучше. То ли я с бесконечными придурками, которые... То ли вы все время, когда видите вот этих... У вас-то прямо сразу приходит и сразу вам конкретно говорит. Мне же никто из вас ничего не сообщает. Ну да, вот так вот. Даже тупая логика каких-нибудь ученых, она тоже на своем месте, потому что она по-своему заходит в определенный аспект. Нету неправильной или неправильной. Любое даже ложное учение, оно правильно, чтобы как раз вот показывать, что такое ложное учение. Чтобы у вас было знание о ложности. Оно... Поэтому оно не ложно. Понятно, да? Главное, чтобы у вас не было отношения. Самое хреновое, это когда вы видите, что ложное, и начинаете с ним бороться, и каким-то образом им показывать, вы же дураки. Понятно, понятно. Да психотерапевты, они этим и занимаются, соединением религии и науки. Конечно. Это нормальное доктор. Да, нормальные, все нормальные люди, они говорят, соедините, да, соедините. Это у вас, как знаете, вот это, зеркало троллей. Знаете, вот это у Андерсона. Когда-то оно было целое, и всю мир отражали. По-моему, она распалась, и осколки там, каил, залетели даже в глаз, и он стал таким вот эгоистичным. А надо всего лишь это зеркало снова собрать, все эти осколки, всех этих людей, все эти вот свои чувства. Но эти осколки, это и есть ваши чувства. Это ваши чувства. То есть сейчас они у вас в виде, выведены вовне, в виде неба, земли, человека, страстей. А вот втяните назад их. Это и называется, вот крест-всеохват, он так и нарисован, что из вас мир выходит, рисует вот эту вот, всю эту самую. А потом вы начинаете его втягивать вовнутрь. Назад. Ваджра так выглядит тоже. То есть вот, вышел, назад втянул. И он втянул во все стороны. Почему он крест-то? Что ты и богов втянул, и впереди, и что взади и прошлое втянул, и правую сторону, и левую, и низы даже втянул. Все. То есть он не на плоскости этот крест, а это, он рисует куб матери. Но это уже такая эзотерическая тема, которую врубаются те, которые уже глубоко сидят. Потому что обычному человеку рассказывать нельзя, он за нее цепляется, начинает вот пройти чакры, как их продувать, как их прокачивать. И все. И он не сделает. Да, начинается опять дурдом вот этот самый. А оно потом разворачивается, это как дыхание, да? Да, так Вселенная, это вообще... Ну как ни крест, ни куб, это вообще сфера, потому что направление бесконечно. Конечно. Каждая точка тут же эту сферу вырисовывает, и она становится вашим... Симметрии круга нет никакой. Конечно. Это называется, как это, синергия симметрии. Во все стороны одинаковые. Совершенно верно. Поэтому и сфера получается. Но в то же время у нее есть момент, все-таки вот, что вот, вот смотрите, вот даже элементарно, мы сейчас куда-то посмотрели, и из этой точки вы всю... Вы там, вы не в себе теперь. Вы так и делаете. Почему вы не в себе все время? Потому что все время выпадает. О, прекрасный рисунок. И уже вы там. Приди в себя. Приди в себя. Да, приди в себя. Втяни. Вот это и называется. Втяни теперь все эти чувства. Каждого человека. Каждого... Даже негативных, даже чертей. Всех-всех-всех. Собери их. И согрей их вот этим... Сразу не получается, но по чуть-чуть. По чуть-чуть, да. Поэтому вот и называется, что для того, чтобы вот это втягивание, нужно вначале, вот я говорю, убрать негативные оценки. Яма, не яма. Если втягивание сделал, дальше у тебя тело запущено. Ты же его, ну, если не молодой, запускаешь. Надо подделать йогу, чтобы оно гибким, чтобы по нему энергия свободно шла. Все. Дальше, чтобы энергия жизни начала ходить. Начинаешь пранаяму. Энергия жизни. Теперь ты становишься... То есть это... Теперь через тебя нормальная энергия начинает сечь. Но это энергия условная, не энергия. Это вот этот выхлоп любви начинает. А теперь его надо назад втягивать. А раз назад втягивать, вот тут уже начинается концентрация и конечная там самадхи. Что ты полностью вот втянул. Теперь вся вселенная внутри тебя. Не как метафора, а прямо вот так. И ты ее прямо вот мгновенно всю и переживаешь. Почему это такое... Это же действительно как божество. Вся вселенная. Со всеми галактиками. Этими богами. Там же все боги сидят. Они же все там... И ты, демиург бытия. Конечно же, это вот... Никакая эйфория под ЛЦД не нарисует себе такого. Вот Эльтара хорошо сказала это. Она говорит, вы когда смотрите на бога, он начинает на вас... Конечно. И он начинает... Замечать вас. То есть действительно, как только вы начали... Уже завихрения у вас шумом не стоят сплошным, вы уже смотрите на кого-то и вот начинаете это действие делать. А из него бог на вас смотрите. И тогда вот и появляется вот эта любовь, когда ты видишь, что всеми событиями на тебя бог смотрит. А раз это бог на тебя смотрит, это же капец-капец, какое счастье. Он тебя видит. Ты его искал-искал, а он оказывается вот он где. Я поставлю кураж по тайну, и обратно туда. Ну да. Ну, опять же я говорю, это не должно быть вот таким... Такой развлекухой от скучной жизни. Типа вот мне в жизни скучновато, а вот я вот ЛЦД принял. Ведь они же по ЛЦД тоже это все ловят. Там просто барьеры снимаются, и они нормальные люди. Не все ловят. Не все, я говорю, нормальные люди. Да, некоторые чертей ловят, конечно же. Там же насчет... Она вот сказала, ну вот и же ищем путь к этому. Ну, может, с одной целью интерес какой-то. И Альтарова говорит, что ну вот, все, кого мы видим, это программы, и они имеют права быть. Их надо просто переделать, ну, никак не обижать. Ну, это и значит, что не переделывать, а принять их. Принять. Да, принять. Что я говорю, любая программа самая негативная. И вот чем более негативная, вот почему, говорится, любить друзей очень легко, а вот когда уже начинаешь врагов любить, это вот в христианстве, например, это же не просто так. То есть в христианстве, конечно же, кроме вот этого дурдома, связанного с построением церкви, есть совершенно нормальное, здоровое ядро, которое присутствует во всех, там, где был учитель пробужденный. А Христос, это и есть само пробуждение в чистом виде, как и не называй. Кстати, вчера, хочу сказать про программу, вчера очень четко прочувствовала, у меня сосед, ну, в гости часто заходит, у него один вопрос, что ел мой ребенок? И раньше меня так это бесило, думаю, какая тебе разница? А сейчас я вижу, что у него просто заела пластинка, я не обращаю внимания, и все. И он такой, ну, я пошел. Совершенно верно. Вдруг выясняется, что этот начальник, это просто заевшая пластинка, там нету никакого даже чувства, вас как-то, это вы придумали, что он вас так делает, а вы видите, что это просто программа, сосед программа. А еще лучше, то есть, я не помню, вам уже говорили, это радость-то какая, она все говорит, что тоже то, что тебя раздражает, говорить, о, радость-то какая. Совершенно верно, да, да. Или как вот, знаете, этот фильм-то был, как про Маргариту, Мистера Маргариту, где, ну, вот этот играет, Христа, как его, безруков. Вот он и говорил, добрый человек, добрый человек, а этот самый, который Лавров играл, этого Пилата, говорит, какой этот добрый человек, ну-ка, дай ему в морду, этот самый, пусть он знает, а он все равно, добрый человек, добрый человек, потому что, действительно, нету и не добрых человек, все ли добрые, даже злой человек, он добрый, он из доброты, душевной, вас в жизни учит. видимо еще не совсем дозрели можно определить этот негатив как инструмент просто не просто а даже радоваться начал кастру до серафим саровский был такой святой совершенно замечательный когда его грабили а его грабили пограбили и топором ударили во время ограбления и пришла а это же восемнадцатый век пришла полиция и говорят ну а уже к нему и царь ездил там все говорят это же святой святой и говорили ну кто ж тебя подграбил он говорит знаете добрые люди приходили уму разума учили ну чтобы в святость совсем не впала они его уму разума получили и он их не сдал потому что он он даже из-за чего они его стукнули это уж потом выяснилось что когда они пришли начали его грабить думали же что ему подношением а вот так как раз ретриты за деньги не проводили вот из-за этих вот цветых вообще прямо не знаю что и дальше делать и вот он это самое начали искать куда же он деньги то складывает а он начал помогать им вытаскивать они думают что они над ними издеваются и топором его стукнули что он вообще да да он им испортил жизнь наверно они тоже все просветленными вот эти бандиты стали поэтому он их и не слил а знаете что вот у христиан в третьем веке же была даже такое такая тема что вот и про них знаете рассказывал там львы и сожрали там того распяли того кверх ногами раз так у них была эта тема потом потому что христа же распяли что надо помереть обязательно мученической смертью и были такая секта донит донатонит или как ну в общем какая-то секта была я помню я почитал про них так они специально находили человека давали ему дубину и говорили забей меня то если он не забивал то хохот его бил до тех пор пока тот не начинал убить то есть вот они специально ходили что надо умереть мученической смертью я против ну опять же честно сам себе вот очень трудно знаете медные трубы когда начинают петь конечно же трудновато все это дело тем более мы же не приучены к этому делу сейчас живут есть люди такие просветленные прям невозможно я ладно не буду про друге говорить вы сами знаете а монахи без да или вот тоже вот игры есть два классных фильма на которые все время указываю это остров где играет этот маму на помните он же тоже стал святым а как он понимал что яшка в дерьме в таком и видели как ему мир обернулся и стер у нее эту программу он спокойно взял ушел то есть его насколько но это вот действительно есть такие вот две вещи где ты сам себе честно знаешь какой бы ты святой там не был а вот там-то тарыл это в пуху иди прощение просить ну да вот который бандит который с христом на кресте рядом висел он сказал верую в тебя он говорит ну и все будешь со мной сидеть и все чем больше у него жизненный опыт он прошел потом он это меня осознал и начал от себя ну это мы умом сейчас наверное придумаем какую-нибудь ерунду и первую стану последней и последней да ну да ну типа в принципе ну самое то интересное что вот сейчас калиюга заканчивается и мы и есть все последние все нормальные в предыдущие юге отошли а все идиоты здесь собрались кроме меня дальше как здорово что все мы здесь когда-то знаете еще такой анекдот есть его тоже сегодня рассказываю это самое приходит этот вестовой к офицеру учение начинается и ночью там звонит ему и говорит тебе пакет он был из таджикистана или откуда-то не тебе а вам яд говорит мне не надо тебе пакет не тебе а вам ну и в общем они привлекались привлекаясь блин где же такого дурня взяли вообще в армию нашу до чего довели он говорит умных к умным послали меня к тебе вот так и ко мне все пришли да кто не ходил лизу акашу слушать вот у нее все приходят там сразу просветляется у меня никто хоть ты тресни но я потому что видите я много умничаю у меня все все эти штуки идут от ума большого когда-то он был очень большой ну да разные на разном конечно же нас действительно кто-то быстро и им ничего не надо разговаривать а просто сказал ты где все я пошел остров а второй вот этот монах и бес да ну нет есть еще несколько классных фильмов например револьвер фонтан да ну это западные там конечно они уже такие более психологические ну матрица этого фильм всех фильмов это он когда появился понятно что он заезжен уже потому что тем более трилогию а это последний его что ли я его помню все фильмы видел это после вот этого сигареты кофе раз или до ну ладно неважно хорошо вот посмотрим посмотрим да это это говорю что вот мы не просто вот живем историки нам описывают а есть еще историки которые нам описывают как пространство устроено но вот в эпоху возрождения она вся была построена на том чтобы у нас появилась вот эта геометрическая магия связанная с наукой то есть до этого люди жили вот действительно они жили пытались жить в ритмах потому что жили в природе и они не могли не жить в ритмах природы потому что им нужно было сеять пахать если они не улавливали вот эту звуки природы связанные с вот с отношением знаете же раньше же Много чего потеряно. Раньше люди, например, могли землю слушать. То есть, они были такие специальные слухачи, которые плоский камень клали и по звуку определяли, когда сеять, когда пахать, когда что. Звуки. Там есть ритмы, которые можно улавливать, если тонкие. Есть люди, знаете, крысиный король, которые крыс уговаривали, они уходили из деревни. То есть, он приходил, вот как на дудочке играли, разговаривал с крысами в ритм. То есть, люди раньше были вставлены в ритмы гармонии. Их чувствовали. Это не просто было научное знание. Я же говорю, там бруха, который травами лечил, он с ними разговаривал, он от них ритм получал. И этот ритм понимал, какую он лунг распрямляет. Вот лунг тоже в ритме закрученный. И вот какую-то можно давать снадобье, которая помогает. Или заговор. Заговор это тоже ритмизированная была система. А потом появилась вот эта геометрическая магия, которой нужно было все унифицировать. Ну, заграть вот эту ричную систему, дать размер общий, стандарт. И вот она сейчас везде, даже сельское хозяйство по ней ведется. Уже давно никто Землю не слушает, а ее травят всякой гадостью. Ну, понятно. Просто подумал, что по-другому вообще мир воспринимали. По-другому. Раньше люди космос иначе воспринимали. Я имею в виду вообще восприятие. Да, геометрия была другая. Ее даже можно увидеть вот на старых иконах 15-14 века. Посмотрите. Да, там обратная перспектива. Там центром является Бог. Он смотрит на все. И все вывернуто в нем. То есть не ты и центр, а Бог. Это в нем. А сейчас ты и центр. Из тебя зрение выходит. Но это из тебя, не из божественного тебя, а из тебя вот этого геометрического эго. То есть, да, был такой период, когда даже дети, они вот вначале видят мир иначе, а потом мы переворачиваем это каким-то образом. Как-то вот это магия. То есть, называется формирование зрения. Да, формируем зрение, формируем правое и левое. То есть, вставляем их в определенную геометрию с прямой, с перспективы. И у нас все на ней построено. Действительно, сейчас из-за этого, кстати, очень большая проблема. Что мы не можем гармонию слышать. У нас врублена в нее квадратно-гнездовым способом определенная система мерности. А вот это правое и левое не порождает вот эту вот, ну, божественность? Порождает. Мозг даже устроен таким образом, что в нем правое и левое, это не просто правое и левое. А одна это логическая, другая образная система. То есть, правое и левое, это не правое и левое. А это действительно правое и левое, там и же геном закручен таким способом. И вот знаете, что когда человек умирает, у него правое и левое, даже на лице лицо становится одинаковым. исчезает право-левая симметрия то есть это навязано право и лево это 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 там где жизнь когда жизни нету мертвая там право-лево нету то есть это 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 такая геометрия сакральная которую говорю она в гармонии там очень хорошо просто мы ключи потеряли там же в гармонии есть еще и эти волшебные эти как их многоугольники по которым космос строится то есть недаром же даже вот эти химики видят эти решетки в какие-то да 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 а это гармония то есть вот знаете же есть вот например пятиконечная звезда это что такое это же древний символ который ну то из пифагорейцев этого их был символ знака основных за открытие додекайдера не убивали наверно не убивали пятиуголь ну вот если взять пятиконечную звезду да получается 5 ну да это 5 оси симметрию да у идти я вас на симметрии это символ человека совершенно нету такого кристалла обратите внимание в кристаллических математериях 5 это кристалл жизни или человека и ножом какая-то такая мне магия тоже зарытая но это все учение утраченные и говорю мы их сейчас можно их начать реанимировать вот альтара что делает она может их реанимировать да я реанимирую сакральную геометрию вот рассказываю вот честно я просто тоже может быть ключ есть ну я вижу что они значат ну как бы вот 5 там типа 4 направления центр например можно посмотреть можно на другие числа разложить 1 2 конечно да это вот это если у вас открылась это может быть вы можете это этим хорошо внутри ну как зачем чтобы было это если она что-то хочет от этого а если ее просто прет а просто прет и рисует да вот несколько которые прут а если вот уже начинают додумывать чего-то как это что-то или что-то тогда уже начинается вот эта хрень магия всякая контагиозная где да я слышал ну да нет все равно все все захватывает ум и даже сейчас мы все время видите умом все равно словами мы все время упаковываем но при при этом мы пытаемся каким-то образом так упаковывать чтобы она еще распаковывалась то есть у нас упаковка такая мне не жесткая то есть у нас нет вот как вот в традиционной школе или в традиционной секте это делается вот учение вот мы его запоминаем вот это вот это вот так вот делаешь вот так вот делаешь вот такие результаты получаешь здесь же говорится что чтобы ты не делал это все будет не в ту сторону если ты это делаешь как делатель если у тебя есть делатель который чего-то хочет. А раз он хочет, это уже разделение себя и другого. То есть надо делать, но не хотеть. А вот как это делать и не хотеть? И вот тогда открывается все, что угодно. И тогда художник становится художником, начинает рисовать невидимые миры. И там математик начинает видеть истинную геометрию пространства, а не просто тому, чего научили исходную. И структуры космоса так раскрываются, и монада так оживает. Потому что ты перестал быть делателем, потерял себя, и тобой начало жить, вот Бог начал тебя видеть. В различных аспектах. В искусстве, в культуре, в чем угодно. В повседневной жизни. Даже детей можно воспитывать так. Не пытаясь их сломать или перенастроить, а принимая их всячески и позволяя им наоборот проявить себя. У нас же основная проблема, почему мы детям мешаем проявляться. Потому что они мешают нам в этот момент. Потому что когда они проявляют себя, они как бы бесконечностью становятся. А мы не хотим, чтобы они были психами. Мы хотим, чтобы они были вот... Ну, не как все там. Ну, мы себе-то понятно, что видим их гениями, но гениями вот... Никто не хочет, чтобы у вас ребенок был бомжом. Или этим махаршем. Ну, это я утрирую там. Все хотят вот это самое. Все время боимся, что надо подселить что-то, что Бог не досмотрел. Вот основная проблема. Бог все время... Вот он природу все нормально, а про меня забыл. Очень. И все время мне не докладывает манной каши. И поэтому я должен помочь ему доделать все. И начинается. И весь мир, видите, уже как доделали. Доделали до того, что сейчас вот-вот-вот... Видите, придурки. Трамп отменил же это РМСД чего там по средней дальности. А потому что Путин в обход этого договора уже на ракет наделал. Вот и опять сейчас начнется гонка вооружения. Очередная. Будут ракеты мериться. А наши-то профукали всю высшую свою математику и все свои технологии. Если американцы сейчас начнут ракеты делать, мы за ними не угонимся. Это раньше Советский Союз мог угнаться. А, вы же в Минске живете. Ну, вы прицепом все равно пойдете. Я говорю, вы прицепом либо за нами, либо за ними пойдете. Ну, да. Но это опять же, видите, это ум сразу же убегает в эту геополитику. Сразу начинаются вот враги, вот враги. И все. И ты уже не в себе вообще. Вот просто совершенно. Все очень странно. Откуда вот эти разделения, границы, это перспектива. Вот это все взялось. Ну, я же говорю, вот где-то такой был косяк. Косяк, да. Вот когда мы были богами и вот боги, и вдруг захотелось свой огородик огородить. Ну, чтоб на контрасте себя увидеть. Да, ну, опять же, чтоб на контрасте себя. Ну, прямо так и говорится. И сожрал яблоко и увидел, что я голый. Не, ну, почему ну, Тальтараша наше прямое видение не имеет, она же так и говорит. Каждый человек индивидуальный средств. Просто он должен резонировать и все. Да, и самое интересное, что твой срез, он уже неплохой. Он уже, вот, не надо ничего доделывать. И вот это стремление что-то доделать, оно как раз и ухудшает все время. Хотя и доделывание на своем месте, то есть даже доделывание. Просто вот убрать вот это отношение, что есть кто-то, вот у кого проблема. Доделывай. Только доделывай и не плачь по этому поводу. Ну да. Это и отношение на своем месте. И отношение все на своем. Все на своем. Потому что это Богом все делается. И зло, и добро, и все. Это все его игра. А ты вот либо сопротивляешься, тогда он тебя тащит за шиворот, либо с ним подыгрываешь ему. И тогда все на своем месте. И тебе интересно, ему интересно. И ему интересно, да. И ему интересно, что тебе интересно. И он больше ресурсов сразу выкидывает. Уже не на мелкошишовую игру, а на дополнительные. Я на себе заметил. Как только перестал в мелкую шишню играть, сразу ресурс пошел дополнительный. То есть и знания начали открываться, и ощущения, и люди появляться, которые раньше никогда не появлялись. И обстоятельства, и все вообще. Потому что под лежачий камень вода не текет. сдвигаешься. Обязательно нужно какую-то реализацию делать собственную. Почему я говорю, желательно доводить. Найдите то, что вам нравится. Неважно, там, табуретку строгать, детей воспитывать, там, с женой выстраивать отношения, там, даже, там, в церковь входить. Там такая же, все на своих местах. Никаких проблем нет. Если не начать, там, проблематизировать. Да. Скажите, пожалуйста, вот, нас социализируют. Да, социализируют. Социализируют. Да. И происходит вот эта раскручиваемая. Да. Процесс раскручивания должен происходить, ну, вот, как вы предлагаете, на ретрите. Он должен происходить на ментальном уровне. Нет, он и сейчас происходит. Он и сейчас происходит. на ментальном уровне, как нам предлагают психологи, хорошие психологи. Да. Или там, сидение в пещерке и перепросмотр. Да. Или это может быть какая-то, ну, типа, магическая практика. Я сижу в медитации, что-то велись, визуализирую. Ну, это опять-таки металл, да? Да. Что вы предлагаете? Так. И вот вы... Ого! Что вы предлагаете? Перебрали все три варианта. А теперь сами себе честно скажите, что я возьму себе на вооружение. Я вам сейчас еще четвертый дам. И у вас будет вместо трех еще четыре. Да, и пятый. Да, кто-то и пятый. Вы уже имеете все эти варианты перед собой. Теперь выберите один и его доделайте до конца. Мне один не годится. Не пробовали. Села и расслабилась. и сказала «А я не буду практиковать. Я практикую непрактикование». Это ваш вариант. Вот мой вариант, наверное, такой, что надо ну, как бы посмотреть. Посмотрели. Какие остались... Сразу посмотрите, кто смотрел, кто был выборщиком. Это я понимаю. Сразу, сразу много проблем уходит. Куда уходят желания? То есть, они же не пропали. То есть, если бы как бы они пропали, я бы вам же не пришла. Конечно же. И они не пропадут. Вот самое интересное. Забудьте о том, что с ними что-то можно... Тогда лучше сядем соматки. Ну, хорошо, я сяду... Сядьте. Соматки, а просто я сяду. Вот сядьте. Да. И посмотрю, куда они идут. Да. Начните. Перестаньте выбирать. Сядьте и начните что-то делать. Вот прямо, прямо, вот как вот поймали. Вот вы же все равно чувствуете, вот медитация не очень, а вот смотреть за мыслями нормально, или там за мыслями смотреть хреново, а вот расстановки психологов нормально. Делайте. Любой из этих вариантов будет хорошим. Я говорю, каждый из них на своем месте и хорош. И он будет именно для вас. Только внутри себя поймите, что найдите самый тот, который ваш. Если вы так и будете имитаться, тогда скажите, я мечущийся человек. Моя практика это имитация между практиками. И примите себя такую, мечущуюся. Серьезно. Серьезно. Выходит, что есть только один вопрос. Это кто-то, кто постоянно недовольный чем-то. Да. Не важно чем, не важно что, сама тенденция это фигня и не так. Ну вот выходит, только одна из тем. Когда эта тема расслабляется, то больше проблем не будет. где-то проблема. Почему все иносятся с этой личностью, говорят, личность это иллюзия. А личность, она обслуживается умом, а ум это иллюзия. А ум обслуживается словами, слова это иллюзия. И вот когда ты действительно утвердишься, что действительно, как же я при помощи одной иллюзии строю другую иллюзию и придаю ей значение, и потом она еще и страдает. Как же это так получше? И даже вот я помню, я вам говорил, как я даже вот смотрю личностью. Ведь смотрит я, а потом личность, хоп, и началось. Этот нравится, а этот не нравится. Как это я успеваю? Как этот механизм срабатывает? То ли успевать слово выскочить, тогда за словами последите, увидите их пустотность. Слова пусты, в них нету, ни одно слово не лучше другого. Сейчас появился очень хороший вот этот Миша Александер. Вот он там раскручивает, как орехи слова. Он на этом просветление получил. Ну, это он так говорит. Расчелки, ты с ним минут 20 посидишь, вот просто за его дурной вот этой, понаблюдаешь, и точно. Как же я вот умудрился-то настроить с этой галиматией? Нету ничего. А тогда сразу и пропадает. А за что же тогда держится вот это, если слова ее никак не описывают? Все описания слов, там, хорошо, плохо, нету. Тогда что это? Кто такой я? Который вот волнуется. Наверное, это вот какие-то вот мои переживания. Тогда я говорю, начинай находить, кто организует. Вот я вот этим занимаюсь, я не слова отслеживаю, а я отслеживаю, как у вас чувства загораются по поводу чего и как направить внимание на источник. Ну и дальше обратно, кто субъект этих чувств, кто недовольный. Нет, 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 тут думать не надо. Ну, это как бы внимание обратное. Нет, это чистое внимание, вот именно этим бесконечным вниманием. Не эго смотрит на эго, на чувства, а ты, почему эритритом называется, что ты должен, не должен, а ты делаешь. Наблюдаешь. Ты наблюдаешь, но наблюдатель это нету, наблюдатель это тот, кто оценки дает, а ты оценок не даешь, ты просто знакомишься, максимально чувствуешься прямо в самое ядро. Это уже надо концентрированно делать, почему на ретрите. И я говорю, если яма-не-яма не сделана, ты это сделать не сможешь, тебя будет выбрасывать все время. Поэтому на ретрит лучше не приходить, если ты чувствуешь, что ты не можешь, вот диалог у тебя внутренний очень сильный. Вначале все-таки нужно посмотреть, где ты сам себе лжешь. Диалог это, потому что ты сам себя все время оправдываешь. Ты этим диалогом и выстраиваешь эту личность. Поэтому ты и становишься сильнее, когда ты перестаешь сам себя оправдывать, она жухлая становится. Тогда можно смотреть уже в чистые эмоции, где загораются, и где у тебя... А эмоции, потому что это не твои, это тебя во время социализации их подцепили. Кто-то тебе подзатыльник дал когда-то, кто-то сказал, что ты дурак, кто-то сказал, что ты трус, кто-то сказал, что ты не можешь, причем это могли папа с мамой сказать, в школе учительница, друзья какие-нибудь, просто собаку укусить. Вот я помню, в детстве у меня собаку укусило, был жуткий лунг, совершенно, аж потел, когда собак видел. Вот. Оказывается, ничего страшного. Находишь эту историю и смотришь, и отцепляешь этот. Есть уже пранаяму подключаешь для отцепки. Там достаточно простая схема. Как только сильные такие штуки отцепил, ты начинаешь видеть, вот, например, очень хорошая перемена происходит с людьми, которые являются этими раздражителями. Ты уже к ним приходишь, он тебя не раздражает, потому что во время раздражения ты уже понимаешь, это мой учитель, он мне сейчас показывает, вот, вот туда показывает, а он начинает нервничать, что он не может вас зацепить. И через некоторое время меняется, и вдруг вы выясняете, что это вообще нормальный человек, что это просто ему, у него такая, его учительская должность, постоянно людей за их вот это нижнее белье хватать, чтобы они волновались все время. Потому что иначе они будут сидеть и думать, что они святые. А он им раз, а у них там поперло говнецо. То есть это большие помощники. А ты уже этих людей начнешь специально искать. Вначале всех начальников пересмотришь, потом родственников, потом уже будешь с огнем не найти, начнешь вспоминать тех, которые были в прошлой, там, в детстве, в школе учителей вспомнишь, может быть, даже их найдешь. Я говорю, всех отцеплял, все нормально, теперь ты можешь очень долго находиться в я. То есть ты в я погружаешься, и тебя ничего не отвлекает. И ты, вот это расширение начинает прямо через тебя переть, и все начнется. Ну, то есть, получается, их нужно обязательно отцепить, без этого. Нет. Это я так делаю. Другие по-другому делают. А вот у меня проблема, я тоже цепляюсь за какие-то там, за людей, за события, за желания, а потом понимаю, что на самом деле, ну, от них можно было, ну, не включать этот момент. да, но это если ты мыслями думаешь, это одно, а если ты действительно понимаешь, что это смешно, вот как вот говорят, что это биоробот какой-то, что это была просто комичная ситуация. То есть, еще раз говорю, главное себя не обманывать. Вот я говорю, мусор под ковер не заметать. Ну, знаешь, типа, я крутой, я собрался, и не отреагировал, и типа не заметил. Я крут. Это вранье. Потому что есть тот, кто крут, кто себе заслугу привнесил. Не должно быть никакой заслуги. Не должно быть набора каких-то вот таких вот медалек. Ты это просто делаешь, и это становится просто безразлично. И даже не безразлично, а даже становится интересно. И даже начинает возникать сострадание, ведь человек мучается, когда других ругает. У них же такая карма плохая. Он же потом в ад попадет. И ты уже там за него молишься, ну, за чертей-то. Это монах и бес. Ты что, и дьявола, врага, рода людского человека любишь? Да. Этих особенно. Этих особенно. Этих особенно. Спасибо. Да, да, я говорю, очень хороший. Кузнечика видишь. Да, кузнечика вижу, слезы текут, не могу. А вы же так кузнечиков не видите? Да, в этом я видел. Видите кузнечиков так? Мы не признаемся, что по грунту продолжаем все. А этих червяков, которые в гнилой, этой самой, так же видите? Интересно, про неживые вещи сегодня была такая тема, что я в детстве, неживые вещи тоже, как живые. Так все единое, конечно же. Все живое. Да, это просто другой уровень, условно говоря, вибрации. Все живое, неживых вещей нет, потому что камень это ты, это твое тоже чувство, просто оно такое, застывшее очень сильно. Оно вот как раз, да, максимально, как бы, вот такое, типа, типа, вот как вот в этой геометрической магии, типа, что там никого нет. Конечно же, это твое чувство. И горы живые, и планеты, и космос, все живое. Все это, это единый ритм. Вот я же говорю, вся проблема, что единый ритм, он шикарен. Это как вот, говорю, самую божественную музыку слушать. Это вот так вот можно слушать любое явление природы. Потому что через него Бог все время звучит так. Даже через этого начальника его ругань можно слушать, как в симфонии. Начальник? Вот. Не, ну не начальник, ладно там. Бомж? Да. Бомж. Да, найдите бомжа и в уста его сахарные поцелуи. Отстань, девочка. Учитель. Бомжа, кстати, не совсем поняли меня. Да нет, это я не про вас. Видите, вы не оправдываетесь. В основном, это же как бы порождение моего духа. Конечно, да у меня бомжи вызывают раздражение. Просто я понимаю, что ну да, вот такой я нынче раздражительный. Потому что раздражительность, она, даже и она не проблема. Значит, можно ругаться жестоко, но быть, быть, не, это просто еще одна волна. Вот волна радости, а вот волна ругания. Ругань же обычно у нас как его, что мы потом жалеем, что мы ругаемся. или наоборот, что мы начинаем еще додумывать, мало там гадостей сделать. То есть, какие-то вот такие вот, что-то такое вписывается, что-то такое липкое вот тут обычно. А если это было от души, и оно вот никак вас не задело. Ну, если вы такой ругучий или скандальный. Есть такие люди. Они это делают так вот, хорошо, им нравится, как Портос говорил, я дерусь, потому что дерусь. Правильно? Так же надо драться, а не так. Дадут мне, не дадут, побежду, не побежду. Дерешься, там, красиво. И, кстати, если кто дрался, все помните, что когда вот в таком хорошем раже дерешься, то оно как в шахматы играешь. Попал, вернулся. То есть, оно такое, как игра начинается, такое танцевание начинается. Это тоже гармония оказывается. Ну, так вот, восточные все эти наморства, они и построены, что битва должна быть гармоничной, красивой. А не так, что там, кто кому фингал поставил и потом на всех заборах написал. Китайская мудрость, но что, битва основная происходит перед боем. Ну да, или та, которая не состоялась, в ней выиграл ты. Ну да, это вот как раз к словам относится. Только ты что-то сказать. Не борись. Отпусти. И попадив туда, откуда все появляется. Ты всегда из этого места говоришь, смотришь, страдаешь, радуешься. И это место, это центр циклона. Это не касается. В нем все это происходит. Ты действительно охватываешь все мироздание. Это все в тебе. Это все, как вот твои органы. Твои, так вот и все звезды, все люди. Это все твои деточки. Прямо так и есть. И к ним только вот такое сострадание, как к своим детям должно быть. Ну, вроде бы. Но я говорю, что сказать об этом можно метафорично, да, и даже священные тексты про это говорят, и люди, которые говорят, и даже те, которые достигли каких-то таких состояний, они это демонстрируют. Ну, и поэтому почему бы и не сделать так. Когда ретрит? Так, сейчас у меня 17-18 будет в Питере. Можно вот после Питера. Это значит конец ноября. Ну, я тогда повешу объявление, начнет записываться. Я говорю, если больше 10 человек запишется, он рентабельный. Я приведу. Ну, это как бы действительно как работа. Но это хорошая работа и правильно. Ну, я же и так вот за деньги людей учу. Только учу дури. Я пиар учу связям с общественностью. Ну, это дурь. За это деньги получать даже стыдно как-то. Можно. Можно. Ну, я тоже решил. Да, я тоже решил. Потому что я их учу гуманистическому пиару. Мы так кафедру, когда я пришел, мы так все завернулись, что мы студентов учим гуманистическому пиару. из черного. Как у вас вообще получается в день ржать? Ой, я там на кафедре ржу не могу. У нас там кругом так скрючены люди. Вы даже не представляете, что такое выше. это вообще любое место государственные чиновники. А у нас образование, к сожалению, так и осталось государственное. У вас, наверное, тоже, да? Там они так скрючены. Господи, так... И причем за 3 копейки. То есть, я понимаю, там, если бы миллионы платили... Вот у меня друзья есть, они там топ-менеджеры. Там они скрючиваются за 15 тысяч долларов в месяц. И терпят. И говорят, я понимаю, за что я терплю. А эти же скрючиваются за 20 тысяч рублей. Ну, они к Богу ближе, получается. Ну, да. Поднемоги. И вот с ними прямо вот действительно приходишь, они же как биороботы. И причем, они же очень умные. И они очень легко быстро вот с кем-нибудь начинаешь разговаривать. Блин, это точно же. Очевидно же, насколько. Как мы вот в это вляпались и не заметили. вляпались вот точно, скрючились и сдохнуть хотим. И при этом хотим еще и это самое, как это, ну, чтобы красиво в Инстаграме все это выглядело. Он очень низкий. Ну, да. С хорошим фильтром. Но вот этот момент, вот этот очень важный действительно, вы можете эту практику все время делать. Только захотел что-то сказать, первое слово. Посмотри, что это слово значит. Только у тебя появилась эмоция, посмотри, где она находится. Прямо в повседневности. Там, с близкими, с друзьями. Что-то кому-то надо сказать, сказал первое слово. И вот пойми, а вот из чего оно состоит? Вот, например, я хочу. Замолчи. Как ты хочешь. Как ты, вот, вот как ты хочешь. На какую педаль для хотения давишь? Как происходит хотение? Никак. Никак. А зачем тогда следующие слова? Вообще классно. Ну, а если остановиться на я, так вообще срок я. А я-то так. Саламат бодрит. Да, вот Саламат, да, молодец. Говорю, сейчас целая пачка вылезла людей, которые вполне себе жмут на разные места и выкидывают. Хорошо так, потому что ведь это настолько, это даже, как это мы так умудрились скрючиться? Ведь скрючились из ничего. Вот я же говорю, ни в одном из этих вот хотелок нету никакого содержания, никакого вообще. ни тела у меня нету, ни желаний, ни опасности никакой нету. Ну, вот смерть типа опасность. Полная автономность получается. Да. Я это вообще без желаний тогда? Да, конечно. Без даже я. Без даже конец. О, видите, уже так смешно становится, что даже без даже. Без без. Интерес появляется потом? А? Ну, интерес же появляется потом. Конечно, интерес. Интерес ты потом идешь? Интерес идет. Ты чувствуешь, он как-то. Интерес. То, что интерес здесь. Да, интерес он тобой и живет. Богу очень интересно тобой пожить. Он почему и создал тебя. Ему интересен твой опыт проживания живой, творческий, прояви себя, а не скрючься. Да. Мы же и сами скрючились, и Бога скрючили. Теперь он у нас висит там на пыточном столбе и носятся с ним, как со списанной торбой. Зачем вот эту вот хрень? Ну, не понимают же совершенно вот, для чего вот это нужно. И вот обряды, обряды, и чего-то там, и все. Ну, вот мертвичина. Я иногда смотрю вот эту пасхальную службу. Радуйте! А там рожи такие. Где радость-то? Где радость-то? Ведь такое Христос воскрес, это же смерти нет, смерти... Радуй... Это должно быть такое на лицах... Ваше блажение. Вы же веруете. Так что вы не возрадите? Ну да, это же должно быть... Говорю, как это самое... Как это вот... Как выступление Филиппа Киркокора. Ну только вот... Ну действительно, вот мне даже в этом протестанты нравятся больше, потому что они джаз-банду там запускают, и... Ну, хоть честно говорят, что дурь все это. Нельзя с постной рожей вот это в Бога верить. Бог — это радость, это жизнь, живое. Это самое вообще торжественное, самое чистое. И женщин там взяли, еще скрючили, так как вот вообще. Ну зачем это нужно? Женщина же — это красота, мать, это... Ну, Дева Мария, то понимают все. А вот все остальные бабы должны в черном сидеть, вот... Никакишные. Правильно? По поводу веры. У нас окружает вера вот на сто процентов. Даже не велигиозно. Все на вере. Да. Это не просто вера, это там, где ты даешь жизнь. Я мужчина, я отец. Кто верит? Вот. Я что же говорю? Посмотри в слово... Что такое вера? Вот, вот, вот. Любое слово, начинаешь у него вставать, как ты веришь? Как вера верится? Вот вера верится, смотрение смотрится, а самой веры нету. Ну, вера есть там какая-то. А вот веры вот... Как вот... Почему и говорится, что раньше не было существительных. Раньше все было глаголом. Ну, так и говорилось. Глаголить. Глаголь... Глагол. Живое слово. Да, процесс. Вера – это процесс верования, да. Единьера есть там вот эти... Ну, да. Дальше начинаются еще этимологические, скрытые вот эти эзотерические всякие. Да, это процесс. Это такое состояние, когда ты в вере, это все двери открываются, для тебя нету барьеров. Это не верит, что ты мужчина. Это не вера. Это знание. Это фиксация. А вот вера, что ты мужчина... И ты такой, я мужчина, я верю. И на подвиги попер. Чем? Фиксация – это ты просто сказал, я мужчина. И значок такой повесил. Мужчина – это вот хрен такой, у него такой вот между ног висит. Нет, это не вера. Это ярлычки. Ярлычки. А вот если ты веришь, что ты мужчина, ощущаешь. Да. И не просто веришь, а вот мужчиной, живешь мужчиной там, с женщиной ведешь себя как мужчина, подвиги совершаешь как мужчина. Ведь мужчина же – это не ярлык, это целый набор действий, которые должны постоянно презентоваться. Вот это и называется вера, то есть жить полной жизнью мужской. Понятно, да? Даже вот видите, как хорошо, именно туда заехали, что и вера, и знание – это не знание. Знание – это значит, ты все время все проникаешь. Твоя… То есть Бог тобой проникает везде, и тебе все открывается. Вот что такое знание. А не то, что ты зафиксировал, что дважды, дважды, ясно-знание. А? Ясно-знание. Да, ну даже правильно, дополнительно еще. Тогда что такое ясно? А ясность это и есть, когда свет везде льется, что нету тьмы темных пятен, вот этих скрюченных. Тогда действительно, твое такое знание, оно в любую область затекет, и все прояснит, и все откроется, и цифры, и ноты, и… И звуки. И звуки. А звуки, это звучание, и понеслось. Звучание это тоже ритмы. Все вибрация. Все вибрация, совершенно верно. Все, вот это забытое древнее знание, вот почему я про древность говорю, что древнее знание, оно было, люди жили вот в этом ритмах. Все понимали, что для всякого явления есть определенный ритм. Это такой момент узнавания. Вот мы говорим про сакральную геометрию, что сначала я отмечала рисовать, не то, чтобы там узнала, где-то, а потом мне говорят, а ты поизучай, а что это вообще такое? Ты стала изучать. И оно само открывается, конечно, да. Ну, как бы момент узнавания. Узнавания, причем… А рассказывают, только спрашиваются, да, да. То есть, ты не научили тебя, вот запомни, а ты открываешь, потому что у тебя живое узнавание. Вот это знание, когда у тебя живое. Вот я когда философию читал, мне было так интересно, что я вот и становился этим, и Платоном, и Аристотелем, и через 10 страниц, я уже знал, что впереди я не напишу, настолько я их жизнью начинал жить, что почему она мне так легко, я увидел, что они все об одном говорят, никакой нету философии, вот которой там Тягомотина учат в университете, там, учения того, никакого такого, никаких учений, все они об одном и том же говорят, с разных сторон, в меру своего вот этого душевной открытости. Кто-то зациклился на материальном, кто-то там на субъекте, кто-то на объекте, а кто-то все соединяет, и там, и в западной философии были вот такие же, как вот в буддизме, там, Мейстер Экхард, там, Бемы, там, эти самые, Платин, там, особенно в древности, там было их полно таких, которые жили вот этим ритмом, почему я говорю, вот этот самый Пифагор, у него была никакая не философия, он знал выходы на эти ритмы, с резонацию, как устраивать, он даже музыку сделал такую, которую, да, видел, какая болезнь, ритм музыкальный давал, и этот ритм разрушал вот это скрючивание. Есть такая возможность, что музыкой можно лечить людей от всех болезней. Слово можно лечить, картинкой можно лечить, и цифрами, был такой Григорий Горобовой, он цифрами лечил, знаете, да? Может, он привлекали, по-моему. Привлекали, конечно, а что же думаете? Если все цифрами лечиться будет, кто же таблеточки-то покупать будет? Ну, там, по дурости, еще заявил, что он Христос, и так же, конечно. Между прочим, да. Но он правильно заявил, то есть так и есть. Я же говорю, Христос это вы, и для него это не было никакой разницы, ну, просто он не понимал, что так нельзя в нашем обществе заявлять, потому что место уже занято. Сталбери. Да, у нас все Христосов. А люди тоже падкие, там, всего-то надо цифры. А там дискета с цифрами 30 тысяч стоила, и тебе давали? За 30 тысяч, ты уже эти цифры не так слушаешь, как... Ты их слушаешь, они тебя исцеляют. Вот там вера-то вера. Не, я смотрел его лет, по делу там. По делу, у него ясно знание. У него... Да, у него ясно знание очень чистое. Он как раз видел, он еще в детстве, когда был, он говорит, я еще в школе, пример пишут, а я вижу конец без решения, сразу, быстрое, то есть мозг. И он, когда ему там схему показывают, он говорит, вот на этой схеме через некоторое время скоро будет там дефект. Он там самолеты в этом, в Ташкентском аэропорту так чинил. То есть это реально такой ясновидящий был. Да, очень сильный, но вот дурость то, что вот медные трубы запели, и партия, а не там гимн, ну и там, там же цирк начался. Ну все повторяется, это все было сто раз, это уже были такие, и будет, и будет, и будет бесконечно. Поэтому не ищите, кто вам где-то... Перестаньте на палец смотреть. Как только вам показали на Луну, все, Луна внутри. Смотрите на Луну все время. Вы ключ ко всему. Через себя вы откроете все двери. Никто вам дверь не откроет. Какие бы вас не собирали в группы, какие бы мантры не пели, все это бредятина. Ну на ретрит сходите один раз. Там можете и не ходить. Ну да, у меня ретрит второго уровня. А как вот вообще, ну, примерно объединить, готов ты к айдриту или нет? Как вот вообще? Секлава, есть ли? Нет. Вот, отличный. Готов? И вот эту веру. Не ссать. Доля правды в этом есть поставки. Ну да, видите, я говорю, все равно ты в себе... Сходишь один раз, посмотришь, если лукавит человек и на себя одеяло натягивает, все, можешь больше не ходить. Это вы про себя? Да. Но одеяло же брать надо. А? Одеяло же брать надо. Себе. И коврик. Не надо, вот в том-то и дело. И коврик. А, коврик на сасанг? на ретрит? Ну да, что там. Как это проходит? Да, вот нужна подушечка и коврик. Если вот тут ребята, которые организовывают, согласны все это дело здесь, на этом... А что там лежа, лежать или сидеть? В основном сидеть с прямой спиной. Поэтому желательно быть чуть-чуть уже... А как долго? Я вот... Я знаю, что не могут люди, да. Вот почему и говорится, что третий уровень это асаны. Что асаны делаются не для того, чтобы вы ноги закидывали и вот так вот сидеть могли и потом чемпионат. Там каналы в определенном гене. Просто ты потом вот в этой позе можешь час спокойно сидеть и тебя ничего не трепыхает. Все. Йога делается для того, чтобы ты мог потом в медитации там пару часиков отсидеть. А обычный человек не может. Поэтому будете сидеть возле стеночки. Вот так вот. Там прямая спина. Вот это тут первый ретрит первого уровня. А стоять? Стоять не надо. Лежа, лежа. Нет, лежа не надо. Это тоже лежа неправильно. Обычно на ретритах начинается вот это. Сидели, сидели, глаза открываешь, смотришь, половина лежит. Нет, это все лажа полная. Надо ноги специально закипить? Не надо специально. Полулотоса достаточно. Вот сколько надо вот к ретриту уметь сидеть? Значит, ретрит будет таким образом. Мы 50 минут сидим, 10 минут чуть-чуть расслабляемся. 50 минут сидим, 10 минут расслабляемся. Ну, может быть, не 50, 40. Я знаю, что не высиживают, конечно, часа. А в целом это 6 часов? 6 часов. Значит, 3 часа, полчаса, большой перерыв пожрали. И снова 40, там 10, 40, 10, 40, 10. А дыхательные типа холотропки? Нет, холотропки не будет это 100%. На холотропку, если хотите, сходите, они выдувают, но тут нужен хороший этот самый проводничок. Можно в дурдом тоже залететь. Но я думаю, что это обычно у людей, вот я говорю, такие уже психоватые, они заметны, их нельзя пускать на холотропку. Ну, все, мы, да, это все взято из ямы, не ямы, все, все оттуда. Что вначале выровни свою психологию. Что психология это не, вот я говорю, отношения с близким, ну, даже не психология, а эту этику моральную составляешь. Выровни. Да, где-то техника безопасности. Потому что, если у тебя сидят какие-нибудь такие вот хорошие мысли, они могут выскочить буквально с ума тебя свести. Потому что эта энергия очень сильная, и она начинает, как голос может включиться, ну, о чем говорю, шизофрения. Она начнет у тебя с тобой разговаривать буквально. Или тебя пугать какими-нибудь страхами. Темноты начнешь бояться, засыпать плохо, сны начнут драться. Когда рассказали историю про, говорите, был у вас человек, у него там милень была 10 лет. Ну, посмотри, ну, да, да, можно так. Ну, применил, да, вообще. в любые болезни так можно, я же говорю, болезни. Искать, 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 ну, сразу. Да, как вот ты ищешь, где вера, где болезнь, потому что болезнь, это набор слов, все болезни их придумали, это, вот у человека там, большой палец начал чесаться, думает, что такое, пойду к медику, к медику приходит, медик говорит, нет, а медик начинает, так, на латыни это называется пальцеподчесуха, но на латыни назвал, и теперь все, эта болезнь называется, кто теперь приходит, палец большой чешется, это на латыни, вот так все болезни появились, то есть они, описывая симптомы, насоздавали этих болезней, что там, потому что причина болезни, еще раз говорю, она не физика, это последнее, что начинает проявлять, вначале должна психосоматика сложиться, там энергетика нарушится, поэтому акупунктуру лечит, очень хорошо, и прижигания всякие, если находишься, ну вот опять же знающие, поэтому, как только ты начинаешь разбирать, основу болезни, она сама совпадает, вот действительно, буквально даже, начиная искать ее, в каком месте она находится, что болит, и вот ты даже заметишь, как к этому месту привязаны, какие твои страхи, какие эти самые, работают, но смысл, опять же, не в том, чтобы вот лечиться, еще раз говорю, это все, меняют телегу с лошадью, не естественно, потому что, вот целительство, целительство, это и есть возвращение себя цельного, то есть, гармонию, это надо по всем фронтам, целительство, то есть, возвращение себя к цельности, единству, а это, опять же, вот я говорю, любовь, ко всему, ну хотя бы не в любовь, а сострадание, тоже очень хорошее, сострадание, это значит, уметь чувствовать, что чувствует другой, особенно, если ему плохо, там, и таким образом, каким-то образом. то есть, вот, 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 Продолжение следует...